Уважаемые коллеги, члены президиума, в первую очередь хотелось бы поблагодарить за предоставленную возможность выступить сегодня и предоставить вашему вниманию тему о роли врачей различных специальностей в улучшении качества жизни онкологических пациентов. Действительно, качество жизни это одна из важнейших характеристик процесса противоопухолевого лечения. Качество жизни пациента зависит от многих факторов, не только от правильности проведения основного лечения, но и от объема сопроводительной терапии, от терапии сопутствующих заболеваний, от социальных и психологических факторов. В своей практике, несмотря на достаточно высокий уровень просвещенности как самих пациентов, так и врачей, мы зачастую сталкиваемся с проблемой того, что врачи других специальностей отказывают пациентам в помощи, ссылаясь на то, что у них имеется онкологическое заболевание, и теперь вся забота о них лежит исключительно на онкологе и порой даже оказывается неважным, по какому вопросу обратился тот или иной пациент. Нужно понимать, что далеко не все пациенты проживают в условиях мегаполиса, очень многие проживают в отдаленных местностях, и обращение к онкологу может занять у них много времени и сил. Также не всегда возможен прямой контакт с врачом, который курирует пациента, для решения каких-либо текущих ситуаций. Пациент, который столкнулся с подобным заболеванием, не должен чувствовать себя изолированным, не должен чувствовать себя беспомощным и никому не нужным. Поэтому, конечно, эта проблема острая встает для нас. Побочные действия свойственны всем видам противоопухолевого лечения, даже если оно проводится по всем современным стандартам. Большая часть осложнений после проведения системного противоопухолевого лечения развивается отсрочно, тогда, когда пациент находится не в условиях стационара, а выписан под амбулаторное наблюдение. Цель моего доклада на сегодня – обратить внимание коллег на этот факт и объяснить, что пациенты нуждаются в оказании помощи врачами других специальностей согласно профилю развившихся осложнений. Презентация будет достаточно большой, поэтому вкратце остановимся только на некоторых осложнениях лечения, и презентацию можно будет потом скопировать на носитель, если появится такое желание. Итак, начнем с роли врачей-терапевтов и врачей общей практики в процессе противоопухолевого лечения. Помощь врачей данных специальностей нам зачастую требуется в лечении гематологических осложнений. Теоретически выделяют опухоль индуцированную анемию, анемию хронического воспаления и анемию индуцированную химиотерапией. Но в реальной клинической практике мы сталкиваемся с тем, что причиной развития анемии могут быть все факторы одновременно. Для диагностики анемии имеется ряд исследований, таких как общий анализ крови, оценка показателей обмена железа – это содержание самого железа в сыворотке крови, содержание ферритина, трансферина, витамина В12 и фалатов. Также оценка возможности скрытого желудочно-кишечного кровотечения, оценка наличия почечной недостаточности с нарушением выработки эндогенного эритропоэтина, проба КУМПСа, определение концентрации эндогенного эритропоэтина при подозрении на милодиспластический синдром. По показаниям также может выполняться и пункция костного мозга. Диагностика анемии и выявление ее причин необходимо проводить до начала каких-либо лечебных мероприятий. Анемия является клинически значимым состоянием, так как отрицательно влияет на качество жизни пациентов, доказано отрицательное влияние на продолжительность жизни и отмечается снижение эффективности противоопухолевого лечения на фоне развития анемии. Считается, что для лечения анемии, связанной с опухолевым процессом и противоопухолевым лечением, гемотрансфузии не являются безопасным и эффективным методом. Переливание и развесие могут сопровождаться гемолитическими реакциями, трансфузионными поражениями легких, бактериальной контоминацией, а также передачей вируса гепатита B, C и вируса иммунодефицита человека. Кроме того, многие потенциально опасные вирусные инфекции в настоящее время у доноров не тестируются. Альтернативным методом коррекции анемии является использование таких препаратов, как эритропоэтины в монотерапии или в комбинации с применением препаратов железа. Использование таких препаратов позволяет повысить продукцию эритроцитов костным мозгом и увеличить содержание гемоглобина без гемотрансфузии. Считается, что наиболее эффективным является назначение препаратов этой группы на фоне проводимой химиотерапии. Как и для любых других лекарств, для применения эритропоэтинов существуют как показания, так и противопоказания, которые нужно учитывать при выборе тактики лечения. Участие больных на фоне терапии эритропоэтинами быстро развивается абсолютный или функциональный дефицит железа, в связи с чем необходимо исходное и периодическое измерение показателей обмена железа, которые я перечисляла ранее. Наиболее часто для коррекции анемии применяются различные препараты железа, которые производятся в различных видах. Наиболее высокой биодоступностью считаются препараты железа для парентерального введения. Нужно помнить, что в связи с возможным воздействием железа и некоторых цитостатиков, это цитостатики антрациклинового ряда, препараты платины, необходимо воздерживаться от введения препаратов железа в дни введения противоопухолевых препаратов. На слайде представлен краткий алгоритм лечения анемии у онкологических пациентов. Также одним из серьезных осложнений гематологических является фибрильная нейтропения. Это сочетание лихорадки со снижением количества нейтрофилов в периферической крови. Критериями постановки данного осложнения являются двукратное за сутки повышение температуры выше 38 градусов или однократное повышение температуры выше 38,3 градусов. По правилам измерения температуры должно производиться в ротовой полости, а не в подмышечной впадине, как обычно делают наши пациенты. А также сочетание наличия лихорадки с пониженным уровнем нейтрофилов в периферической крови, меньше 0,5 на 10,9 литра. В отсутствие своевременного лечения в течение 48 часов после развития фибрильной нейтропении, летальный исход имеет место в 50% случаев. Даже при проведении антибактериальной терапии, которая была начата своевременно, риск смерти сохраняется в 10% случаев. Около 80% фибрильных эпизодов на фоне нейтропении связаны с развитием инфекции, которая протекает с отсутствием клинических проявлений. Основным критерием активности микроорганизмов является повышенная температура тела. Основная проблема для нас состоит в том, что данное осложнение часто развивается в период от 4 до 7 дней после завершения химиотерапии. И врачам-онкологам очень сложно контролировать это осложнение и своевременно принимать необходимые меры. Поскольку у большинства пациентов фибрильная нейтропения развивается в период, когда они уже не находятся на стационарном лечении, а отправлены после выписки домой. До последнего времени лихорадка, возникающая у больных с фибрильной нейтропенией, считалась основанием для обязательной госпитализации пациентов в стационар. Однако на настоящий момент создана система оценки прогностического индекса риска осложнений у больных с фибрильной нейтропенией, которые представлены на данном слайде. И при сумме баллов более 21 риски амбулаторной терапии минимальны. То есть мы можем амбулаторно проводить лечение данного осложнения. На слайде представлен рекомендуемый алгоритм лечебно-диагностических мероприятий при развитии фибрильной нейтропении. Основными препаратами, используемыми для лечения фибрильной нейтропении, это, конечно, антибактериальная терапия. Критериями выбора антибиотиков являются результаты посевов и начувствительность к антибиотикам. Анамнез, наличие центрального венозного катетера или порта, выявленный очаг инфекции и органная недостаточность. Оценка эффективности антибактериальной терапии проводится через 72 часа и через 5 дней. Также доказана целесообразность применения колоннестимулирующих факторов для стимуляции кроветворения и преодоления милой супрессии при фибрильной нейтропении. Сложность оценки роли колоннестимулирующих факторов на фоне антибактериальной терапии обусловлена тем, что антибиотики сами по себе являются эффективными препаратами в лечении данного осложнения. На слайде представлены основные принципы применения препаратов данной группы. Во-первых, индивидуальный риск фибрильной нейтропении следует оценивать перед каждым курсом химиотерапии, независимо от переносимости самого лечения пациентам. Применение колоннестимулирующих факторов сразу после химиотерапии, то есть в первые 24 часа, и на фоне химиотерапии может привести к развитию тяжелой панцитопении, поэтому следует избегать назначения этих препаратов на фоне лечения. Применение препаратов прекращается как минимум за 48 часов до начала химиотерапии. Введение колоннестимулирующих факторов необходимо продолжать до стабильного уровня нейтрофилов в пределах референсных значений. Они не применяются для лечения афибрильной нейтропении и инфекционных осложнений, которые не связаны с нейтропенией. Также не назначаются эти препараты в отсутствии факторов высокого риска развития фибрильной нейтропении. На интернет-портале Российского общества клинической онкологии «Русска» также размещен онлайн-калькулятор как для оценки и выработки алгоритма лечения анемии, так и калькулятор, позволяющий спланировать алгоритм назначения колоннестимулирующих факторов для профилактики фибрильной нейтропении. Также помощь врачей-терапевтов необходима для нас в случае развития внебольничных пневмоний, проявлений кардиологической патологии, допустим, ишемической болезни сердца, каких-либо аритмий, тромбоэмболических осложнений. Хотя в этом случае мы также просим помощи у сосудистых хирургов. Далее хотелось бы поговорить насчет врачей-гастроэнтерологов, которым отводится достаточно большая роль в сопроводительной терапии онкологических пациентов. Начну с наиболее частой проблемы – это тошнота и рвота. Причин для развития этих осложнений имеется достаточно много, они перечислены на слайде. Но важно упомянуть, что тошнота развивается в результате неправильного назначения антиемитической терапии на фоне проведения химиотерапии и также в профилактических целях. Выделяют несколько типов рвоты. Это острая рвота, которая развивается в течение первых 24 часов после химиотерапии. Она высокоинтенсивна и редко сопровождается тошнотой. Отсроченная рвота развивается на вторые-пятые сутки после начала химиотерапии, менее интенсивна и сопровождается постоянным присутствием тошноты. Услонно-рефлекторная рвота, неконтролируемая рвота развивается на фоне адекватной антиемитической профилактики и требует дополнительной коррекции, хотя данная ситуация встречается крайне редко. Рефракторная рвота возникает на последующих циклах химиотерапии при неэффективности противоработной профилактики на предыдущих курсах химиотерапии. При возникновении неконтролируемой тошноты и рвоты, несмотря на плановое назначение стандартной антиемитической терапии, необходимо, во-первых, исключить причины, не связанные с непосредственным назначением цитостатиков. Это обструкция или паразит кишечника, например, на фоне применения препарата Винкристин. Метастазы в головном мозге, гиперкальциемия, гипонатриемия, то есть любые электролитные нарушения, уремия, назначение опиатов и психофизиологические факторы – это рвота ожидания, так называемая. Также при возникновении неконтролируемой тошноты и рвоты на фоне стандартных противоработных схем необходимо при последующих циклах вводить в режим препараты фософапрепетант и апрепетант. При возникновении неконтролируемой тошноты и рвоты на фоне трехкомпонентной противоработной схемы стандартного подхода до сих пор не существует. Следует рассмотреть комбинацию с препаратами группы бензодиазепинов, метаклопромидом, аминодзином, галлоперидолом и другими препаратами. Для профилактики и лечения условно-рефлекторной рвоты применяются такие вот различные мероприятия, в том числе и психотерапия, гипноз, арктерапия и системная десенсибилизация. Кроме того, следует выполнять ряд общих принципов профилактики и лечения тошноты и рвоты. Например, назначать антиеметики строго по часам, а не только при появлении тошноты или рвоты. Предпочтительным является парентеральный путь введения препаратов, в том числе можно применять и препараты в виде ректальных свечей. Осуществлять адекватную гидротацию и коррекцию электролитных нарушений и при диспепсии добавить H2-блокаторы или блокаторы протонной помпы. Следующее осложнение, достаточно часто встречающееся на фоне противоопухолевлечения, это диарея. По принципам диеты и фармакотерапии нет никаких отличий от обыкновенных форм подострого и хронического воспаления оболочки желудочно-кишечного тракта. В большинстве случаев диарея проходит в течение одного или двух дней, при длительной некупирующейся диарее следует выполнить посев образца кала с чувствительностью к антибактериальным препаратам. Если диарея не проходит в течение 3-4 недель или же в кале есть примеси крови и слизи, необходимо направление пациента на дополнительное обследование, в которое могут включать рентгенографию кишечника или колоноскопию. Лечение – это противодиарейные препараты, аналоги с амтостатина и различные антибактериальные препараты. Следует воздержаться от применения противодиарейных препаратов, если заболевание вызвано бактериальной инфекцией, так как подобные лекарства могут продлевать течение самой инфекции, увеличивая длительность пребывания микроорганизмов в просвете кишечника. Продолжающаяся больше 48 часов диарея требует инфузионной терапии, так как возрастает риск развития обезвоживания организма. На слайде представлены основные мероприятия, которые мы должны осуществить для предотвращения дальнейших осложнений. В патогенетическом отношении запоров выделяют несколько видов. Алиментарный запор при недостаточном потреблении либо пищи, либо воды. Механический возникает из-за наличия органических изменений в кишечнике. И дискенетический, который развивается вследствие функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Для лечения применяется, во-первых, коррекция диеты и питьевого режима. Также слабительные средства, которые следует применять очень аккуратно, потому что можем из одного осложнения перейти, наоборот, в другое. Также очистительные клизмы и соблюдение режима двигательной активности, так как моторика кишечника достаточно тесно связана с активностью самого пациента. Далее поговорим о нарушении нутритивного статуса. Нутритивная недостаточность – это состояние, которое обусловлено несоответствием между поступлением питательных веществ в организм и их расходом, что приводит к снижению массы тела и изменениям компонентного состава организма. Частота недостаточности питания меняется в зависимости от локализации опухоли и стадии процесса. Наиболее часто это осложнение встречается среди пациентов, у которых имеется локализация рак лёгкого и также опухоли желудочно-кишечного тракта. Причинами развития нутритивной недостаточности могут являться снижение потребления пищи, нарушение усвоения питательных веществ, потери питательных веществ, нарушение метаболизма и, конечно же, психологический стресс. Своевременное выявление пациентов из группы риска нарушения питательного статуса позволяет защитить больного от прогрессирующей потери массы тела и развития связанных с этим осложнений. Скрининг и мониторинг недостаточности питания должны осуществляться перед началом лечения, на протяжении всего периода лечения и после него. Также нарушение нутритивного статуса неразрывно связано с понятием синдрома анорексии кахексии, что отражается и на общесоматическом статусе пациента, и при развитии кахексии и рефракторной кахексии не позволяет нам проводить какие-либо мероприятия специализированного лечения пациентов. Нутритивная поддержка – это лечебное питание, целью которого является обеспечение организма всеми необходимыми питательными веществами с помощью питательных смесей для оптимизации процессов метаболизма, а также увеличения резервов организма. Из методов нутритивной поддержки выделяют сиппинговое питание, зондовое питание, парентеральное и смешанный вариант отведения питательных субстратов. Для сиппинга применяются специальные разработанные медицинские смеси, которые обычно производятся в маленьком объеме и с большим содержанием белковых структур, что, конечно, позволяет нам более правильно корректировать недостаточность белковых именно у пациентов. Зондовое питание подходит для пациентов, которые либо не могут принимать пищу, либо не хотят принимать пищу, либо не должны принимать пищу по медицинским показаниям через рот. Показания к парентеральному проведению питания достаточно много их, и они достаточно все строгие. Поэтому в любом случае мы начинаем сначала с перорального питания, и при нарастании явления интуитивной недостаточности и развитии синдрома анорксии и кохексии мы решаем вопрос о проведении парентерального питания пациентов. В настоящее время существует достаточно много различных питательных смесей, которые имеют характерное отличие в зависимости от нужд самих пациентов. В аптеках представлены различные смеси, и задача врачей – информировать пациентов о том, что у них имеется возможность подобрать для себя ту или иную смесь, которая подходит именно им, чтобы они не стали отказываться от проведения нутритивно-метаболической терапии. Имеются смеси со сладким вкусом, хотя не все пациенты могут и хотят употреблять такие смеси. Поэтому можно рекомендовать смеси с нейтральным или несладким вкусом. Также смеси отличаются по консистенции. Они могут быть жидкие, могут быть йогуртообразные и также порошковые. В то же время в ряде случаев играет роль в выборе питания характер, способ его употребления. Для пациентов, имеющих серьезные хронические заболевания, например, диабет или хроническую почечную недостаточность, также разработаны специализированные смеси. Перейдем к следующему разделу и поговорим о роли врачей-стоматологов. На фоне химиотерапии и снижения уровня нейтрофилов часто возникают мукозиты, в частности стоматит, который в ряде случаев может приводить к нарушению потребления пищи пациентам. Роль стоматологов заключается не только в лечении этого осложнения, но также и в его профилактике, так как перед началом противоопухолевого лечения обязательно санация полости рта как основного источника хронической инфекции. Для профилактики лечения стоит придерживаться следующих рекомендаций. Также стоит давать пациентам рекомендации по питанию. Есть пищу вязкой или густой консистенции, при приготовлении пищи измельчать пищу, использовать соломинку при употреблении жидкости, исключить спиртные напитки и табакокурение, использовать специализированное питание. Далее на очереди у нас врачи-дерматологи. Существующие методы лечения онкологических заболеваний, являясь необходимыми и подчас единственным способом сохранять пациенту жизнь, в то же время обладают побочным эффектом, который делает кожу пациента уязвимой и очень чувствительной. Эти нежелательные явления могут представлять собой серьезную клиническую проблему, что вызывает необходимость снижения дозы препарата или даже отмены терапии. Принципы ухода за кожей при наличии зуда представлены на слайде. Зуд невротического происхождения как результат стрессовой реакции на болезнь купируется приемом седативных препаратов и антидепрессантов. Высокий уровень гистамина требует назначения антигистаминных средств. Их эффект усиливается в комбинации с седативными препаратами. При наличии признаков бактериальной инфекции требуется назначение антибиотиков. Перкутанный способ выведения химических соединений также имеет место быть. Метаболиты химиопрепаратов выводятся из организма, в том числе и через потовые железы. И после эти вещества воздействуют с кислородом, образуя агрессивные свободные радикалы. В свою очередь это приводит к снижению или потере естественных антиоксидантных и защитных свойств кожи и приводит к ее токсическому поражению. Стандартного лечения не существует. Терапия носит только лишь симптоматический характер. И раннее начало лечения приводит к уменьшению выраженности симптомов. При развитии ладоноподошвенного синдрома второй и высшей степени рекомендуется либо редуцирование доз противоопухолевых препаратов, либо прекращение лечения. В случае развития выраженных симптомов ладоноподошвенного синдрома лечение должно быть обязательно согласовано с драматологами. На фоне применения современных таргетных препаратов частым осложнением является окноподобная сыпь. И на данном слайде представлен случай кожной токсичности на фоне применения цитоксимаба. На фоне противоопухолевого лечения у пациентов повышается фоточувствительность. Данная картина развилась у пациентки при короткой и незначительной инсоляции на фоне приема капицитабина, так как острый солнечный ожог может возникнуть даже при коротком нахождении под солнцем, как во время лечения, так и после него. На данном слайде представлен ряд средств компании Лерашпозей, которые могут использоваться в терапии кожной токсичности и которые зарекомендовали себя достаточно эффективными. Также немаловажна роль врачей-неврологов. Надежда Александровна, извините, у нас будет отдельный доклад у невролога. Я думаю, и время уже нас поджимает, поэтому спасибо. Хорошо. Также еще минутку хотела занять. Хотела просто отдельно сказать, обратить ваше внимание о том, что существует большое количество рекомендаций мировых сообществ, в которых имеются данные о терапии различных осложнений противоопухоли лечения. Также на базе нашего центра разработаны определенные методические рекомендации по лечению некоторых видов токсичности, которые разработаны совместно с специалистами определенных специальностей. С ними можно ознакомиться и взять на вооружение.